Чуть меньше недели осталось до праздника Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января рекам и озерам Щелковского района предстоит на один вечер превратиться в священный Иордан во время традиции крещенских купаний. Подготовка к православному празднику стартовала еще в преддверии Нового года. Сейчас согласован список водоемов, на которых запланированы купания. Безопасность жителей, желающих принять участие в традиционных мероприятиях, обсудили на совещании в администрации Щелковского района. Люди очень любят этот праздник, но в Щелковском районе всегда очень оперативно, хорошо все организовано, все службы работают и никаких таких сложных ситуаций в эти дни не возникало. В этот раз по просьбе жителей начало купаний будет перенесено на более раннее время, в 8 часов вечера. Планируется работа волонтеров и сотрудников здравоохранения на каждой точке. Однако во время подготовки к празднованию встал другой вопрос. Этой зимой погода преподнесла несколько сюрпризов. Новый год нас встретил буквально весной и морозы установились только несколько дней назад. Можно ли делать проруби? Так, в администрации решили провести комиссионную проверку всех водоемов. Экспертиза в Щелковском парке рядом с лодочной станцией, где традиционно делается прорубь, показала, что образовался слой льда, достаточно толстый, чтобы выдержать, например, одного рыбака, но пока не слишком прочный для массовых купаний. Тем не менее, если морозы продержатся в течение недели, лед будет достаточно крепкий. Сейчас погодные условия у нас меняются, уже идет понижение температуры. В соответствии с этим, сейчас замер сделали, уже 5 сантиметров льда, что если сейчас в дальнейшем за неделю еще продержится такая погода, то где-то около 10 сантиметров льда будет. И, естественно, мы также будем организовывать, как и в прежние времена, все точки, которые были указаны нами. На случай погодных капризов в Щелковском парке запланировали альтернативную площадку. Сход в реку без проруби будет организован на городском пляже при помощи деревянных настилов. Как бы то ни было, рядом с местом для купаний появится вся необходимая инфраструктура, теплые места для переодевания и горячий чай. Будет подготовлено место для участников купания, теплое, оборудованное, будет две зоны с горячим чаем, будут специальные схемы размещены, чтобы людям было удобно, комфортно смотреть, читать, ознакомиться, куда подойти. Комиссионная проверка водоемов в других поселениях будет продолжена в течение следующей недели. В данный момент точки для купания запланированы везде, кроме Анискинского. Параллельно Центром гражданской защиты проводится профилактика происшествий на воде в зимнее время. По безопасности проведены ряд мероприятий в черте городского поселения, ну и в районных поселениях тоже. Выставлены знаки, запрещающие выход на лед. Проводится работа с людьми, которые выходят на лед. Готовятся к православному празднику и в храмах Щелковского района. На совещании заместитель главы администрации поручил ответственным за мероприятие обеспечить комфортный подъезд к церквям, в которых пройдут службы. Вечером, накануне сочельника, будет совершено все нашные бдения. Потом сочельник литургии, освящение воды. И люди могут уже набирать после освящения, набирать воду. Так, каждому стоит помнить, что купание в проруби – это лишь часть традиции одного из важнейших православных праздников. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.